Замороженные яйцеклетки для любителей задержаться на работе, полетят ли в космос от Джелина Джелли и Леди Гага, и 7-летний водитель на дорогах Израиля. Об этом и не только в нашем обзоре. Российские истребители атакуют. Сразу две страны, Великобритания и Португалия, выдворили из своего воздушного пространства военные самолеты. Британцы подняли по тревоге тайфуны португальцы F-16. Причем совершили операцию недалеко от аэропорта Лиссабона, где обычно на посадку заходят коммерческие рейсы. Там идентифицировали два российских Ту-95. Это не первый инцидент подобного рода, когда речь идет о российской авиации, НАТО держит ухо востро. Наших девочек не спасут. Хэштег. Нигерийские боевики из Бока-Харам давно выдали замуж похищенных школьниц и не собираются возвращать заложниц. Об этом завел лидер группировки в ответ на сообщение властей о том, что с террористами заключили перемирие и скоро вернут детей домой. 276 подростков были похищены просто из школы. Некоторые сбежали. Сейчас плену Бока-Харам 219 девочек, которых, по всей видимости, похитители регулярно насилуют. Работайте на нас, и мы заморозим ваши яйцеклетки. Женщинам-трудоголикам продлевают детородный возраст за счет работодателя. Крупные фирмы по всему миру предлагают сотрудницам оплатить дорогостоящую процедуру, лишь бы те не уходили в декрет. Среди них такие гиганты, как Эппл и Фейсбук. Все якобы во благо женщин, чтобы предоставить им равные возможности с коллегами-мужчинами. Дорожная полиция Израиля бдит. От зоркого ока стражей порядка не укрылся малолетний водитель, который самостоятельно вел автомобиль на трассе. Мальчик 7 лет находился за рулем машины, в котором сидели его братья. 3 и 4 лет. Из дома ребята уехали самостоятельно. Да так, что никто из родственников не заметил. Именно взрослым придется теперь отвечать за детские шалости. Неопознанный летающий объект возле Международной космической станции зафиксировали видеокамеры. На видео четко видно сферическое светящееся тело, которое то висит в воздухе, то медленно движется. Это не первое НЛО, которое обнаруживают на околоземной орбите, хотя интересуются летающими тарелками больше любители паранормальных явлений, чем ученые. Частные космические полеты в космос под угрозой после второй за неделю аварии. В США во время испытаний разбился коммерческий звездолет SpaceShipTwo. Погиб пилот, второй серьезно ранен. Основатель компании космического туризма миллиардер Ричард Брэнсон срочно вылетел на место катастрофы. Несмотря на такое фиаско, голливудские звезды не спешат избавляться от билетов на коммерческий космический полет. Слетать на орбиту планируют актриса Анжелина Джоли, певица Леди Гага и Кэти Перри.